О коррупции в Украине, конечно же, говорили на этой неделе и в швейцарском Давосе. Причем не только всерьез. Представьте себе, самый известный на планете андроид София завис в украинском доме в Давосе во время обсуждения как раз того, что делать с коррупцией. Якобы не выдержал процессор. Вчера об этом в фейсбуке сообщали депутаты, участники украинской делегации. Забавно, что раньше за Софией никто подобных проблем не замечал. Впрочем, быстро выяснилось, что с Софией все в порядке. Просто у нее не было заготовленного ответа на вопрос о коррупции в нашей стране. София это спецсоциальный робот, которому уже два года. Она очень популярна из-за своей человекоподобной внешности. Смоделирована по образу актрисы Одри Хэббер. София может имитировать до 60 эмоций, некоторые жесты и выражения лица. Она стала первым роботом, получившим гражданство. Вот только самостоятельно мыслить София пока не может, хотя и анализирует информацию. Ну, а в Давосе, в момент дискуссии, София работала в режиме интервью. Это означает, что модератор должен был знать, какие вопросы зададут андроиду и запускать треки с подготовленными ответами. О том, как победить коррупцию в Украине, Софии, впрочем, как и многим нашим политикам стоит отметить, сказать было нечего. Вот она и промолчала. Ну, а если серьезно все-таки, то форум в Давосе в этом году получился очень масштабным и по дискуссиям, и по участникам. Впервые за долгое время в Швейцарию приехала очень представительная американская делегация и лидеры Франции, Германии, Британии. Впервые в Давосе работало и специальное представительство нашей страны, украинский дом, ставший очень популярным. Сегодня последний день форума и, собственно, время подводить итоги. Давайте сделаем это с нашим корреспондентом Светланой Чернецкой. Она всю неделю работает в Швейцарии, сейчас с нами на прямой связи. Светлана, рад приветствовать. Скажи, как прошел сегодняшний день, уже последний день форума в Давосе? Чем он запомнится? Леша, в этом году Всемирный экономический форум побил все рекорды. Здесь собрались все самые авторитетные лидеры Европы. Ты уже назвал это президент Франции, канцлер Германии, премьер Великобритании. Приехал Генсек ООН, главы Всемирной торговой организации, МВФ и Всемирного банка. Ну и, конечно же, главный гость – президент США. Для Украины этот форум – это возможность встретиться с партнерами, завязать новые знакомства и поддержать старые. Несколько часов назад состоялась очень важная встреча Петра Порошенко с госсекретарем США Рексом Тилерсоном. Это был часовой разговор, что очень необычно для Давоса. Обычно встречи длятся от 15 минут до получаса. Разговор Порошенко и Тилерсона прошел за закрытой дверью, но главные темы известны. Это сотрудничество в сферах экономики и безопасности. И очень много внимания уделили поставкам американского оружия. Правда, подробностей о дате и этапах прибытия оружия в Украину президент не сообщил. И предлагаю послушать, почему. Как вы понимаете, поскольку мова идет о оружии, оборонное сотрудничество, я не хочу, а точно не зацикавно, так же, как и вы, патриоти Украины, не зацикавно раскрывать эту идею. Мы можем все сказать. Он идет в Давос и уже улетел домой. Ну и ты спросил Леша, чем запомнится сегодняшний день. Его действительно очень ждали, ведь с главной сцены форума выступал Дональд Трамп. Это первый действующий глава Белого дома в Давосе за 18 лет. Так вот, скорее всего, его выступление запомнится разочарованием. Как обычно, он много говорил о том, что Америка для него в приоритете. Но ничего нового не сообщил. Что же касается итогов форума для украинской делегации, то президент провел с дюжину встреч с премьерами Британии, Нидерландов, президентом Швейцарии, главой Всемирного банка и многие другие. И подробнее о результатах Давоса для Украины я расскажу в своем сюжете. Угроза схождения лавин и мощные снегопады, самый влиятельный экономический форум в мире, был под угрозой срыва. Но природа сжалилась, и встреча самых богатых и авторитетных оказалась едва ли не самой теплой за последние годы. Украинская делегация в Давос приехала на второй день. Тогда же состоялась одна из важнейших встреч Петра Порошенко. Отношения МВФ и Киева в последнее время накалились из-за вялотекущих реформ. Фонд замедлил сотрудничество, а последней каплей стал законопроект об антикоррупционном суде. Поэтому встреча Лагарда и Порошенко была ключевой. Президент приехал подготовленным, он не только пообещал внести поправки в законопроект, но и сообщил еще одну новость, которую давно ждали о назначении нового главы Нацбанка. Встреча с президентом Порошенко, членами его команды, была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже воплощаются. И мы надеемся, что наши обсуждения поспособствуют внедрению других мер, о которых мы говорили. В этом году в Украине ожидают два транша, и министр финансов уверяет, первый вполне реально получить уже в мае. Питание не в транше, а в травне. Питание в том, что сможем мы принять закон про антикоррупционный суд, что отримаем полную поддержку парламенту, чтобы это был качественный документ, и после этого створить его независимым и эффективным. Вот это главное. Также вопрос о приватизации. Закон уже есть. Но нужно еще очень много компаний, забороненных для приватизации. Это ограничивает наши возможности, на самом деле, залучить эффективного властника, этих самых иноземных министров. Сам Порошенко признается, такого интереса инвесторов в Давосе никогда не было. И большинство его встреч именно с представителями крупного бизнеса. А президенту есть, что предложить. Мы создадим в Украине эффективную систему, которая будет работать на защиту инвесторов. Мы планируем внести изменения в налоговое законодательство, заменить налог на прибыль, чтобы стимулировать привлечение инвестиций, но только в случае, когда средства выводятся из Украины. Когда вы инвестируете в Украине, вы не платите налоги. Давос – отличная инвестплощадка. Сюда съезжаются самые богатые и влиятельные. Чаще всего миллиардные сделки заключают за закрытыми дверями. Поэтому Киев рекламирует себя на всех фронтах. Здесь впервые работает украинский дом на центральной улице Променада. Рассказывают о достижениях, а для привлечения внимания даже робота Софию пригласили. Меня зовут София. Еще одна живая реклама – братья Кличко. Если Виталий на форуме не новичок, то Владимир здесь впервые. Правда, уверяет он в Давосе не ради политических амбиций. У нас есть один политик в семье, пока достаточно. Я украинец, и моя страна мне не безразлична. И каждый делает определенный свой вклад для страны. Братья Кличко посетили одно из важнейших мероприятий для Киева – украинский завтрак в Давосе, который организовывает Виктор Пинчук. Вот уже 15 лет здесь собирает друзей и партнеров нашей страны. Я еще 15 лет назад понял, чтобы достичь успеха моей стране, необходимо быть представленной в Давосе. Группа друзей Украины становится мощнее с каждым годом, и мы это четко видим сегодняшним утром, и я горжусь этим достижением Украины. Впечатление от Украины в Давосе очень оптимистичное. Во-первых, в политическом плане, потому что Украина остается суверенной. Во-вторых, в экономическом. Экономика Украины сейчас успешнее, ее связь с Западом сильнее. В-третьих, в военном плане. Как бывший министр обороны США, я очень хорошо знаю украинскую армию, которая стала сильнее за последние три года. Но из года в год главная украинская тема неизменна – борьба с коррупцией. Именно в связи с этим возникает больше всего вопросов. Сложно понять, почему антикоррупционный процесс не движется быстрее, ведь очевидно, что этот вопрос беспокоит многих людей в Украине и отпугивает инвесторов. Этот завтрак – отличная возможность напомнить миру, что война на Востоке все еще идет. Честно говоря, я не вижу никаких позитивных сценариев по разрешению войны на Востоке. Даже после выборов в России, я думаю, они продолжат свою концепцию поддержания замороженного конфликта на Донбассе. А в дальнейшем нам нужны усилия с обеих сторон. Со стороны Украины – политическая стабильность и продолжение реформ. А со стороны Запада – поддержка Украины и давление на Россию. Что касается главной программы форума, то здесь все внимание перетянул американский президент. В прошлом году Трамп приглашение отклонил, а в этом выступил с обращением. Его личные убеждения расходятся с ценностями Давоса. Трамп говорит – Америка прежде всего. Но, тем не менее, присутствие американского лидера здесь многие расценивают как позитивный шаг. Сегодня я здесь, чтобы представить интересы американского народа. И я всегда буду настаивать на том, что США, как и другие мировые лидеры, должны ставить интересы своей страны превыше всего. Но Америка превыше всего не означает «Америка одна». Когда США растут и растет весь мир, мы подтверждаем наши обязательства помогать строить лучший мир. Для президента Франции этот Давос тоже стал первым. Его выступления многие ждали. Эммануэль Макрон сейчас выглядит очень сильным. На фоне канцлера Германии, которая сдала позиции из-за неспособности создать коалицию. И премьера Великобритании, которая считается аутсайдером из-за разрыва отношений с Евросоюзом. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности недели. Телеканал Интер из Давоса, Швейцарии. Светлана Чернецкая, Валентин Белич.